Сегодня состоялось заседание Комитета по экономическому развитию бюджета и налогам Магданской областной думы. Депутаты рассмотрели поправки в областное законодательство, призванные усовершенствовать механизм использования бюджета особоэкономической зоны. В частности, законодатели рекомендовали к рассмотрению на думе проект расширения полномочий регионального правительства по использованию высвобождающихся финансовых средств ОЭС. Теперь у областных чиновников может появиться право самостоятельно принимать решения о направлении этих денег на те или иные проекты. И сегодня очень существенно важно. Мы приняли закон, который меняет структуру распоряжения правительством средств ОЭС. Правительство раньше имело возможность только после принятия областной думой закона и новых положений, касающихся программы. Сегодня те средства, которые высвобождаются в ходе реализации мероприятий программы, правительство имеет право по собственному усмотрению на те цели направлять в оперативном порядке эти средства. А в последующем представлять депутатам областной думы отчет о целесообразности и эффективности расходования этих средств, чтобы они были включены уже в окончательный вариант программы. То есть мы даем возможность правительству более оперативно распоряжаться средствами фонда особой экономической зоны. Цель – это ускорение решения ряда вопросов при строительстве многих крупных объектов. По словам Сергея Абрамова, сегодня фонд и бюджет ОЭС уже не просто инструмент развития. В областном бюджете предусмотрено достаточно финансовых средств на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной и социальной инфраструктуры Колымы. В этих условиях фонд ОЭС выступает в качестве своего рода стабилизационного фонда.